Всем привет, с вами FirstVan, это 53 выпуск, посвященный приложению Пекла ВКонтакте. Вообще, я обычно сначала собираю ресурсы, но я уже все собрал. Вот только могу одного мужика голубого поймать, блин, не могу. Отлично. Так, прогресс у меня по ядрам довольно-таки слабенький, 117 из 300. Мне почему-то кажется, что я не успею пройти этот квест, не смогу открыть эту постройку, потому что в игру я захожу, ну, как правило, 2 раза в день. Наверное, надо делать это все-таки чаще, хотя бы там каждые 2 часа, да? Ну, учитывая перерывы на сон. Так, вчера я-таки поставил на улучшение космодром, но, тем не менее, ожидать еще надо 7 часов, поэтому в этот выпуск новые миссии по космопорту не войдут. Так что давайте отправимся для начала в доступной мне экспедиции. Все они в Перефеникса. Оно и понятно. Так, данные, данные, данные. А здесь металл, кристаллы. Я почему-то на рекрутов как-то в этот раз надеялся, но ничего не получилось. Так, миссия Бур. Это, по-моему, как раз то, что нам нужно, да? Ну, ладно, я все-таки как-то привык открывать не отсюда, а вот отсюда. Да, опасная работенка. В награду дадут мне 6 сайберов. Давайте посмотрим, что эта миссия себя представляет. Ну что ж, вперед. Да, кстати, верно мне сделал замечание Кайл Барфловский. Он сказал, что я сам снимаю видео, а чужие не смотрю. Ну, отчасти верно. Я вот на самом деле никогда не смотрю, как выглядит миссия. Пока, ну, как бы, сам пробую все сразу. Там не смотрю видео, как кто-то ее проходил. Я смотрю видео, как кто-то ее проходил, только если я сам не справляюсь. То есть, если у меня там что-то не получается, какие-то небольшие проблемы там, то я уже смотрю, куда там боекомплект раскидывать, как войска ставят люди. Так, что тут у нас? Бурильщики, бурильщики. В течение 5 секунд поглощает 150 урона. Перезарядка 15 секунд. Так, ну, неплохо. Так. Тут тоже ребята все поглощают. А эти больно бьют. Ясно. Одни будут поглощать, а другие бить. Ну что ж, нам нужны свои ребята, наверное, которые бьют по площади. Ну, да вообще нам нужны рыцари. Я даже не знаю. Вот стражи 25 урона. Штурмовики 47 урона, но кислотные патроны, гранатомет. Штурмовики, наверное, тут будут предпочтительнее. Даже несмотря на то, что у них нету вот этой прибавки убийца роботов. Но они у меня очень хорошо прокачаны. Поэтому использовать их здесь буду я. Так. Каким бы слоем их послать? Ну ладно. Второй волной штурмовики. Третий агрессор. Тут тоже агрессор. И напоследок два героя. Отлично. Отправляемся в бой. Потратим для начала тут маленький боекомплект. Но я предполагаю, что он не сильно мне тут понадобится на самом деле. Так. Парни одного тут замордовали. Так, ребята, вот вы тут в наглую просто издалека вот так вот вам расстреливаете мои войска. Так. Подтягиваются штурмовики. Так. Ну, в принципе, дальше уже, наверное, боекомплект не нужен. Подтягиваются агрессоры. Справляемся мы очень хорошо. Миссия рассчитана на куда меньший прокат, чем у меня. Так что, думаю, легко мы тут должны справиться. Если бы в концовке, конечно, не появятся какие-то ужасно сильные юниты. Но, по-моему, там ничего сильного нету. Я же вроде глянул. Можно сюда было бы аптечку кинуть. Ну, ладно, сэкономим. Очень мало у нас боекомплекта осталось. Как-то много мы его и зарасходовали. Надо помаленьку восстанавливать и поменьше тратить. А руки просто чешутся. Иногда что-нибудь куда-нибудь запустить. Так. Все. Добиваем последних врагов. Пять сайберов наши. Даже не знаю. Помню, я эти что-то элитные войска как-то коплю. Никуда особо не использую. Но, надеюсь, найдется время, когда они нам понадобятся. Так. Что тут у нас в следующей миссии? Шахтеры в безопасности. Но сканеры зафиксировали Логосов в техническом блоке Бура. По нашим данным, там расположены основные системы жизнеобеспечения. Если Логос получит контроль над блоком, то существенно усложнит нам жизнь. Так что у меня язык заплетается. С утра я только проснулся. Так. Завершите миссию операции Фейерверк. Так. Что мне дадут? Дадут Капеллана. Броня Вера получает вдвое меньше урона от дальних атак. Ну, это здорово. И 30 рекрутов культа машин. 130 кристаллов. Ну, в общем, все так неплохо. Давайте сначала вот запустим. Я тут краем глаза увидел, что у нас простаивает шахта. Просто раньше у меня топливо было через край и не мог я запустить новое производство. Ладно, приступим сразу. С 450 топлива у нас потребует эта миссия. Кстати, ребята, вчера я ходил на Пандору. Вот, пожалуйста, ссылочка на видео. Посмотреть можно здесь. Здесь сразу скажу, что 600 очков влияния я там набрал. И поэтому вот, собственно говоря, и доступны мне сейчас эти миссии. Так. Что тут у нас? Примерно то же самое, да? 150 урона в течение 5 секунд. 40 атаки. Вроде ничего нового. Есть еще топтуны тут в этой миссии. Правда, в той миссии их не было. Но, я думаю, с этой миссией мы тоже легко справимся. При том же раскладе. Рыцарь. Рыцарь. Штурмовик. Агрессор. Скарлетт. Так, а что у нас? Только одного легкого юнта, да? Можно здесь использовать. Ну ладно, пускай пойдет тогда сразу агрессор. А, и 3 агрессора, да? Можно. Ну ладно, 2 агрессора и Эрик. Вообще, я думаю, не нужно здесь столько войск. Но, тем не менее, в сюжетных миссиях я как-то перестраховываюсь. Посылаю как можно больше. Держите, ребята, вам напалм. По-моему, отлично тут рыцари справляются. Ну и все. Я думаю, надо опять приберечь боекомплект, не тратить. Легко мы должны эту миссию пройти. Тем более, целых 3 группы агрессоров потратили тут войска. Но войска ничего не стоят. Кроме того, что они кончаются и их потом трудно восстанавливать. Но это все ерунда. Конечно, плохо, что наши агрессоры тут идут в ближний бой. Ладно, аптечку одну тут потратим. А здесь ракетный удар. Ну все, все. Надо успокоить свои руки. Больше ни на что не тратится. Вот они, топтуны вышли на поле боя. Смотрите-ка, очень хорошо они прессуют тут мои войска. Просто раскидывают одного за другим. Но это уже не поможет нашим врагам. Отлично. Заслуженная победа. Капелланы. Это что? Это просто возможность улучшить войска, купить новые... А, это сами капелланы у меня открылись. Да, точно. Я совсем забыл что-то. Так, 240 хп у них, 36 ближний, 24 дальний. И сразу же они получают щит. Ну что ж, это уже неплохо. Правда, атака у них, конечно, пока что хромает. Ну, давайте сейчас возьмем и ради интереса посмотрим сравнение юнитов. Где вы у нас есть? Геномодуль машины. Капелланы. 240 хп. Кстати, какая у них очищение огнем? Патриарх использует огнемет, чтобы поджечь врагов перед собой. Каждый подожженный враг получает 63 урона за 5 секунд. Ну, интересное видео я видел у Михаила Колмора по этому поводу. Что он может там поджигать за раз что-то, я не помню, по-моему, раз, два. Если он стоит под углом 90 градусов, под прямым, то он, по-моему, может две клетки в бока от себя поджигать. То есть это раз, два, три, четыре клетки. Пять, шесть, семь, восемь клеток, по-моему, он может поджигать за раз. Это очень круто. При том, что неплохой урон. 63 за 5 секунд. Но открытие этого костюма стоит 300 золотых. И сразу вопрос, стоит ли на это потратиться прямо сейчас или куда-то спустить золото в другое русло. В общем, оставляйте свои комментарии. Как вы думаете, куда лучше потратить мне свои монеты? А пока что можно их даже, наверное, на что-нибудь качнуть. Это же все стоит дешево и быстро. Так, 165 металла надо. Ну, давайте качнем им для начала ХП. Так, что у нас еще тут нового? Так, ну, вообще мы хотели сравнить их с агрессорами. Пока что 250. А, так. 400 ХП, 450 даже я бы сказал сейчас у моих агрессоров. 41 ближний, 58 дальний. 41 ближний, 58 дальний, 450 ХП. Ну, видно, что они сейчас из-за их раскачки почти в два раза сильнее, чем эти капелланы. Надо их как-то по-быстрому улучшать, чтобы моя база не была такой слабой в обороне. Кстати, тут, я думаю, вы могли заметить, что у меня сейчас 300 кредитов. Я взял пару акций. Там осталось у меня, по-моему, три голоса сейчас. И, ну, как я их брал, вы можете, опять же, увидеть в том видео, где я проходил Пандору. Так, а сейчас давайте, наверное, посмотрим. У нас какая-то новая миссия открылась. Калаханский культ машины прислал чертежи для изготовления кардитовых доспехов. Последнего поколения. Теперь мы можем создавать отряды ударной пехоты культа могучих капелланов. Давайте обрушим их днев на Логоса. Так, обучите отряд капелланов в реликварии. Одна штучка нам нужна всего. Что ж, легкое задание. Нам как раз дали рекрутов, чтобы обучить этого одного капеллана. Все, задание выполнено. 200 металла, 60 опыта. Отлично. Всегда такие простенькие задания были. Так, что у нас там дальше? Продолжается операция фейерверк. Генерал, это срочно. Атака на технический блок была уловкой. Логосы намерены взорвать термоядерный реактор станции. По расчетам аналитиков, взрыв уничтожит все запасы ресурсов Бора. Вряд ли экономика системы оправится от такого удара. Ну что ж, дадут нам 5 генданных, немного кристаллов. Ну что ж, давайте приступим. Топливо у нас как раз, наверное, на одну миссию остается. Не думаю, что там будет что-то из ряда вон сложное. 460 топлива у нас за эту миссию требует. Останется, по-моему, 90. Да, у нас сколько там? 550 было. Так, что тут у нас? Есть чистильщики, легионеры, топтуны и прочая нечисть. Но это ничего страшного, потому что у нас есть... Не буду говорить, что у нас есть капелланы. Капелланы пока что ничего в моих руках не стоят. Они очень слабы. Зато у нас есть кардинейн, например. Есть агрессоры. Есть штурмовики, в конце концов. И еще агрессоры. И еще есть стражи. И есть реклеймор. Давайте, ребятушки, покажите всю свою силушку. Вас тут, правда, собирается помаленьку поддамаживать. Блин, соберитесь в кучу, я вам щит хочу кинуть. Ладно, ничего не выходит тут с этим щитом. Вам давайте кину аптечку. Вас тут тоже вышка бьет. Так, ну мы пока что вроде справляемся, но вот вышка нас дамажит больно. Еще тут топтоптун гадкий подошел. Сейчас тут затопчет нам все, а мы тут убирались, полы мыли. Но тем не менее, смотрю, прогресс далеко уходит в нашу сторону. Так что легко мы тут со всеми врагами справляемся. Так, добиваем последнего топтуна и вот это, похоже, последний юнит в обороне. С ним мы тоже справляемся. 5 данных, 100 кристаллов, забираем награду. В общем, все рассчитано разработчиками верно. Так, переходим на 18 уровень, 2 кредита. Так, какая-то акция. 7 голосов, это не пан. Про нашу честь. 2 кредита, 1 щит, 1 генданные. Вот, в общем, нравится мне награда за эти миссии. То есть, вот сейчас ребята правильно рассудили, что надо бы мне генданные, чтобы улучшать капелланов. Подкинули маленько. Следующая миссия у нас уже будет не сегодня, будет завтра. Потому что топливо у меня закончилось. Так что, на этом все. И думаю, завтра мы хотя бы посмотрим, что из себя представляет новый космопорт. На этом все. Если вам понравилось, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok